Стоп! Кто ты думаешь, что ты? Это голос Назоми. В предыдущей части мы наконец-то узнали, где мы можем разузнать больше про некоего Чарли, который может вывести нас на картель, который базируется в порту. Картель, который занимается нелегальными перевозками, ну уж не знаю, надеюсь, что не наркотиков. И найти мы этого Чарли можем в салоне татуировок, который находится в Дебуите. С такой сложностью мы нашли этот салон, зашли в него, но нас оттуда отправили в Освояси. И скорее всего, что-то нас там поджидает, потому что салон был вроде еще не закрыт, но нас оттуда выдворили. Конечно же, все о нас беспокоятся, безусловно, в том числе и Ниссан, больше всех. Но Рио, Рио все еще, так сказать, находится на своей волне и продолжает гнаться за убийцами своего отца. Спасибо, Ниссан. Ведомый слепой ненавистью и жаждой мщения. Салон татуировок, насколько я помню, открывается то ли в 12 часов, то ли в 2 часа. Наш владелец, видимо, любит поспать хорошенечко. И ложится он поздно, поэтому нам нужно провести некоторое время в городе и также в нашей резиденции, чтобы прийти как раз к открытию. Зайдем в доджо. Фукусан здесь находится каждое утро. Пообщаемся с ним. Фукусан. Рио-сан, попробуй домой раньше, хорошо? Да. Хотел бы я с ним сейчас заняться спаррингом, но, видимо, это сейчас невозможно. Фукусан. Рио-сан, то, что я буду сказать, может звучать странно, но ты не должен быть вести так же. Да. Да, действительно, Рио стоит вести себя, возможно, по-другому, но... Но, что делать, что делать? Молодые годы, горячая кровь. Посмотрим, что у нас здесь написано. Восемь принципов инь и янь. К сожалению, из-за... Из-за нашего эмулятора у нас не совсем корректно отображается эта надпись, как вы видите. Рио говорит, что не может его достать. Я не могу его достать. Но... Нам доставать его и не нужно. Осмотрим наш чудесный сад. У нас здесь засохшее. Почему-то... Почему-то вишнёвое дерево без листьев. Возможно, оно засохло как раз в тот год, когда... Когда у нас умер отец. Или не расцвело. Может быть, я что-то просто не знаю о том, что... О том, когда должна цвести вишня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одну кат-сцену, один флэшбэк из прошлого с участием нашего отца о том, как он нас тренировал. Хотя... Хотя, да, это логично, потому что сейчас уже декабрь. Нам непривычно видеть золотые... Ох, золотые, прошу прощения. Зелёные растения в декабре. Но для Японии это нормально. Здесь у нас рыбки превосходные плавают. И там находится какое-то интересное устройство. О, я узнал побольше о нём. И узнал, что это водяные часы. Такие интересные. Спасибо моему коллеге Антону Гайнулину за информацию. И сейчас отправимся... Отправимся в Яманоси. Заглянем, безусловно. Безусловно, заглянем мы к нашей кисе. Для того, чтобы... Узнать, как она себя чувствует. Лапка, видимо, у неё ещё не зажила. Ещё мало времени прошло. Пока она бегать у нас не может. Но зато... Мы можем её покормить. Я слышу, что она мяукает, а значит она не спит. А если она не спит, значит мы сможем её покормить. Привет, Мегоми. Посмотрим, как у нас. Ты ещё такой маленький. Привет, Мегоми. Привет, Мегоми. Мегоми, я назвал Кири. Её название Чипи. Это красиво, не так? Ага, это реально красиво. Покормим его рыбкой сушёной. Кормили нашего котёнка и отправимся в Добуиту. То есть, конечно же, мы сначала отправимся в Сакура Гаоку, а потом уже в Добуиту. Как всегда, по заведённой мной традиции, купим сначала игрушечку какую-нибудь. И добавим её в нашу коллекцию. Татсия. Дю! Почему я так грустно? Я думаю, что хороший человек готов, чтобы выйти из этой капсулы-машины. Дю, пожалуйста, дай мне 100 йен. Ты всегда говоришь так. Извините, я в急. Ааа, чувак! 100 йен each, да? Эту же игрушечку у него выглаждают. Я выбрал автомат Сега, потому что там довольно забавные игрушечки. А в другом автомате у нас игра Virtua Fighter, которая также была разработана Сегой. А это у нас Соник. Ух ты. Мы выиграли Соника. Соник 2. Значит, есть Соник еще один. Другая фигурка Соника. Я должен попробовать снова. А, нет. Хватит нам, как всегда, одной игрушки. И отправляемся дальше. О, какое-то у нас событие происходит. Давайте посмотрим. О, насколько вы считаете? Соник 2. Соник 2. О, какое-то у него есть. Соник 3. О, какое-то у него есть. Соник 3. Соник 3. О, какое-то у него есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, эти ребята в прошлый раз не поняли, что мы им пытались сказать. И теперь они снова хотят с нами связаться. А, к сожалению, нас прокинули, но мы сделаем захват. Как вы видите, у нас в нашей драке восстанавливается ХП. И еще один захват нам, в общем-то, не помешает. Да, это очень мощные удары. И опять эти ребята получили свое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, хорошо. Спасибо, Рио. Спасибо, Рио. Спасибо, Рио. Мисс Оми, ты должен быть более осторожным. Они его уничтожили. Я знаю, но ты не можешь причинить эти парни. Но... Окей. Вот она, настоящая японская женщина. Не возражает ни в чем. Молодец. И сейчас я хочу отправиться в Дебуиту немного другим путем. Вот такой у нас здесь есть путь через лес. Или это какой-то проселочек. Ну, в любом случае, это уютная такая одинокая дорога, которая мне нравится. Выйдем мы из нее уже в Дебуиту в таком жилом районе. Где у нас даже дорога кое-где не сделана. И вокруг у нас дома. Отмечу, что очень продвинутые дома у нас стоят. Есть кондиционеры. В те годы, конечно, мы даже об этом мечтать не могли. Ну что же, я хочу отправиться. Посмотреть во сколько открывается салон татуировок. Том. Привет! Ты выглядишь хорошо. Я всегда расслабляю. Если вы хотите помощи, просто спросите мне, хорошо? Спасибо. Такс. Да, вот работка. Не бей лежачего. Я все время отдыхаю в Рио. Если что, подходи. Потому что я не помню во сколько точно открывается салон татуировок. Поэтому для начала я хочу уточнить время. Если в 12, то у нас время почти подошло. А если в 2, то там нужно будет сходить в аркейд. И поиграть там еще в игры, которые мы не рассматривали. Да. Время открытия у нас 2 часа ровно. Закрывается он в 12 часов вечера. Как я уже говорил, нас выгнали почему-то в 10 часов вечера. Хотя до закрытия салона должно быть еще 2 часа. Почему нас выгнали? Я думаю, что скорее всего, потому что он решил подготовиться к нашему следующему приходу. А теперь отправимся в салон аркейд. Где рассмотрим игрушечки. Очень забавно играть в игре в игру. Такой, как зеркало в зеркале. Наши доблестные байкеры по-прежнему сидят, играют. Видимо это какой-то морской бой или как-то так. Кстати говоря, у нас здесь есть стол с таким же на одного игрока. Но мы сыграть не можем. Посмотрим, какие автоматы мы еще не рассмотрели. А вот первый из них это музыкальный автомат. Почему не играть? Давайте сыграем одну песню, поставим какую-нибудь, послушаем. Старые такие красивые автоматы. Сейчас такие, конечно, можно встретить только в дорогих барах. Так, у нас какие песни? Magical Sound, Hanon, Space Harrier, Final Takeoff, Antiquity 3, Flower Girl, Dandy Old Man, Liquor, Pose Now и MDK. Ну, я помню, что у нас в MDK неплохая музыка. Давайте ее поставим. Да. Хорошая. Хорошая спокойная музычка. Итак, у нас здесь есть автомат под названием Space Harrier. Но, к сожалению, он у меня почему-то не загружается. Ничего страшного, там игра такая, играешь за паренька, который летит вперед. Нужно на огромной скорости уклоняться от объектов и стрелять во врагов, которые летят на вас. И еще одна игра, которая всем известна, это Darts. Darts. One game, 100 yen. Давайте сыграем. Кстати говоря, здесь за каждую, за большое количество очков, полученных в игре, можно получить игрушку. Игрушку этой игры. Ну, то есть, уменьшенную копию. Реплику, если это можно так назвать. В Darts нужно, по-моему, набрать около 300 очков. Управление очень простое, мы просто ловим момент и... Промнился. Я поспешил. Мне нужно сосредоточиться на игре, чтобы получить нормальные очки. Но Рио не всегда хочет вести прицел наш в центр. И поэтому у нас очень часто попадает не туда, куда хотелось бы. Кстати говоря, время у нас на бросок всего 10 секунд. Я все время в одно и то же бросаю. 10 секунд и неистраченное время, которое у нас осталось, приплюсовывается к нашим очкам. Я все время кидаю почему-то в одно и то же место. Не знаю почему. Это последний дарт. И вряд ли я попаду в 50. Прямо в bullseye, как говорят. 4 секунды у нас осталось. И куда же? В десяточку я попадаю. В десяточку я попадаю. И одна секунда бонуса. Гейм овер. А между тем у нас еще, еще нам нужно до двух часов где-то провести время. Дартс я вам показал. Мы сыграли в него. В Дарте, по-моему, нужно, как я уже говорил, набрать 300. В этой игре Кутия Тайтл нам нужно набрать 300 тысяч. Я, по-моему, когда в прошлый раз вам показывал, когда много играл, то набрал около что-то 290. Ну, что-то около того, или 260. Я уже, к сожалению, не помню. Но близко к этому. Близко к получению приза. Я был. Самое сложное, это, конечно, Space Harrier. Хотя и слева от Кутии Тайтла стоит тоже игра. Она действительно тоже очень сложная. И нам нечего делать, но это время посмотрим на возможности игры, на возможности, которые у нас есть. Откроем наш блокнотик. Вернемся в самое начало. Здесь странички действительно нужно перелистывать. И посмотрим. У нас есть номера полиция, пожарные, прогноз погоды, справочная. И также номера наши в поместье Хазуки. На Уюке Ито, на зоме Харасаки. Мы можем всем им позвонить и поговорить с ними. Давайте позвоним для начала в прогноз погоды. И просто узнаем. Здесь у нас телефон. Телефон за 10 йен мы можем им воспользоваться. Позвонить куда хотим. Номер у нас 177, насколько я помню. Палец мы передвигаем кнопочками. Это очень-очень интерактивно, очень интересно. В первый момент я просто был в шоке, когда это увидел. Узнаем погоду на завтра. Дождь, возможно снег. Также посмотрим, у нас здесь есть справочник. Телефонный. Вот такая вот интересная лавка табака, откуда можно позвонить. Табачных тайтлов я почему-то здесь не вижу. Ни одной коробки не вижу. С табаком. Также можно зайти на площадку. Да. Где мы попали в засадку. В предыдущей серии. И здесь мы можем попрактиковаться в наших ударах. Выполнить удары ногами, руками. Различные. Также можно зайти в меню. Нет, я продолжу еще немножечко. Почему? Также у нас есть вот приемы. Итак, у нас есть прием удар яма. Pit blow. Да, мы ее делали уже, конечно, в самом начале. Обучались. Это у нас не изученный прием. Также вы видите вот здесь вот на этих полосках. Полоска learning, moderate and advanced. И также вы видите на каждом приеме такую желтую, желтую линию. Это насколько он у нас выучен, насколько он у нас сильный. Здесь у нас все приемы. Вот мы их можем перематывать. Начиная от бросков и до ударов руками, ногами и прочее. Сейчас я... Странно. А, я не то нажимаю. Я нажимаю левую кнопку. Вот, вот этот удар мне очень нравится. Да, этот удар очень мощный. Срубает противника буквально с ног. Мне очень нравится. И также на стандартный удар. Pit blow. Вот, отличный удар. Ну что же, я думаю достаточно. Как нам выйти? Ой, прошу прощения, нажал продолжить. Выйдем с нашей площадочки. Ну что же, дорогие друзья, на этом я заканчиваю мою серию прохождения по игре Shenmue. Время у нас идти уже в тату-салон, но это мы сделаем в следующей серии. А на этом у меня все. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка под видео. И советуйте друзьям. С вами был GetOn. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok